Мне очень приятно, что я имею возможность сегодня представить свою новую картину «Время первых». Три года сама картина готовилась, снималась. Случилось это все. Моя идея, я увидел документальный фильм о Леонове и понял, что эта история, история этого полета, она заслуживает, конечно, кинетографического рассказа. Голливуд бы давно снял не только фильм, но уже и ремейк бы снял по этой истории. Она невероятная. И поверить в то, что произошло с этими ребятами в 65-м году, мне было просто даже невозможно. Поэтому я нашел телефон Леонова, Алексей Архиповича, позвонил ему, и он сказал, Женя, приезжай. Я приехал к нему, и дальше началась вот такая влюбленность моя и в этого человека, и вообще в космос. Тимур Пикмамбетов согласился быть сопродюсером картины. И мы стали серьезно раздумывать, как нам снять эту картину. Эта картина космическая, как вы понимаете. И на тот период, три года назад, скажу вам точно, мы не могли бы ее снять. У нас не было таких возможностей, не только финансовых, но и технических. Но за эти три года, как, собственно говоря, и все вообще в русском характере, необходимо сделать, знаете, рывок. Вот так мы устроили русские люди. Мне кажется, что мы впервые сняли в истории отечественного кино о космосе картину с таким высоким техническим уровнем. Вы это увидите. Понимаете, в каких-то фантастических фильмах сейчас или в космических у них там большое пространство. Вот как это может быть. И артист летает, как Сандра Балак, например, у «Гравитации». Она летает, у нее миллион тросиков, потом их стирают компьютером. Сам корабль очень маленький. Вообще, мне очень хотелось, когда мы еще только начинали думать, чтобы в этот корабль, ну, зрители, если не управляли бы им потом, могли управлять, то разбирались бы точно. Потому что это уже сама по себе этот аппарат, это классик. Но он маленький. Мы там с Костей Хабенским, который играет Павла Беляева, это командир корабля и друг Алексея Архивовича. Мы в тяжеловесных скафандрах, еще которые надували, тоже с тросиками. Нам нужна была система, как в этом маленьком пространстве сделать так, чтобы вы никогда в жизни не поверили, что это съемка, а что это абсолютно реально.